От героев былых времен, не осталось порой имен. Я приглашаю, предлагаю и призываю всех принять участие в гражданской акции памяти и чести «Бессмертный полк». Это наша память, это наша душа, это наша страна, это наши герои. Я хочу рассказать о своем свекре. Михаил Иванович Шведов. Он принимал участие в сражениях, в боях с 42-го года и по 45-м, 23-го февраля был тяжело ранен и войну закончил в госпитале. Он награжден медалью за отвагу, он уничтожил три пулеметных расчета и продолжал бой, когда его пулеметный расчет весь погиб, и он один вел бой. Я горжусь своим свекром, и им гордится вся моя семья, мои дети и мои внуки. Также у меня два дедушки принимали участие в Великой Отечественной войне. Один в боевых действиях. Он пришел с войны, но, к сожалению, трагически погиб после войны. О нем очень мало что известно, потому что бабушка очень сильно переживала его утрату и мало об этом говорила. Но мы знаем, что Свиридов Сергей Тихонович участвовал в войне, и мы тоже чтим его память. Также мой второй дедушка, он участвовал в Финской войне, а в Великую Отечественную войну он вместе с заводом «Красный профинтерн», сейчас БМЗ, он был курируем заводом в Красноярск, где в тылу тоже ковал победу. Еще об одном человеке мне очень хочется рассказать. Это Дани мой родственник, это свекра моей тети. Но я знаю, что с детства мы ходили на его могилку. Это герой Советского Союза, летчик-штурмовик Рожнов Николай Андреевич. Он сейчас его памятник, его могила на аллее героев Советского района. И мы каждый раз, и я, и внуки, и дети, мы чтим его память, тоже вот ходим, и поминаем, и гордимся. Великая акция нашего народа «Бессмертный полк» – это действительно память и честь. И я знаю, что в этом году 39 стран принимают участие в этой акции. В нашей памяти, в нашем сердце великая гордость за наших героев, отцов и дедов. «Бессмертный полк» «Бессмертный полк»